Пятиэтажка на Старцево 39. В почтовых ящиках жильцов появились странные листовки. Отправителем указан департамент ЖКХ администрации Перми. По форме этой корреспонденции напоминает официальный документ. Как оказалось, письма на официальных бланках от департамента ЖКХ администрации города пришли не только в дом по адресу Старцево 39. Мы зашли в соседний, 41-й. Тут точно такая же картина. Вот смотрите, рядом с почтовыми ящиками целая русыпь точно таких же документов. Жильцы дома в растерянности. Люди не знают, как им реагировать на пришедшие письма. Вроде бы бумага официально от департамента ЖКХ, а тоже росписи нет главного начальника департамента. А в тексте какие-то вообще страшные вещи про управляющую компанию написаны. В тексте пришедшей корреспонденции указаны далее цитата. Администрация Перми уведомляет о том, что органами внутренних дел в отношении УК «Мастер комфорта» возбуждено уголовное дело по факту вывода денежных средств. Конец цитаты. В администрации города нам сообщили, что никаких отношений к этим бумагам не имеют. Департамент ЖКХ администрации Перми не распространяет письма с таким содержанием. Они являются о фальсификации. Управляющая компания «Мастер комфорта» продолжает исполнять свои обязанности по содержанию жилого фонда. Генеральный директор компании «Мастер комфорта» Елена Ларина сообщила, что подобные листовки стали появляться еще летом 2016-го. Отправители самые разные, но суть одна – дискредитация организации. И получается, она весьма действенная, отмечает руководитель УК. Из-за испорченной репутации 30 домов отказались от их услуг. Мы сделали на квитанциях опровержение, что от ресурсоснабжающих организаций, что от департамента, от администрации города Перми даже было, как шаром подписано, значит, что это все липо и что они не занимаются подобными вещами. Вот. Но это было где-то в декабре. И вот в январе опять началось. На днях сотрудники управляющей компании задержали курьера, который разносил подобные листовки. Коммунальщики написали заявление в полицию. Сейчас идет проверка. Правоохранители намерены выявить тех, кто обратился в курьерскую службу. Я думаю, что это самый ближайший конкурент, который у нас имеется. В любом случае мы выясним конкретно, чтобы можно было уже публично сказать, какая это компания. Сейчас, сами понимаете, мы этого сделать не можем. Елена Ларина также заявила, как только удастся выяснить, чьих рук это дело, информацию доведут до жителей. Мы будем следить за развитием ситуации. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.